друзья всем привет очередное видео моей жизни сейчас много будет видео о дачных работах какие-то секреты чем мы там занимаемся моя стена зеленые обросла радует меня она у меня второй год есть у меня отдельное видео как вообще все делать как я сажала как я дошла до этого до этой красивой стены как я за ней ухаживаю все есть можете посмотреть друг кому-то интересно ну а сейчас давайте приступим наверное начнем с каких-то домашних дел а потом я покажу чем я занималась выходные на даче и давайте наверное я начну с маски для лица который заменяет многие процедуры которые задорого делают в салонах красоты и очень необычно интересная маска друзья это не совсем обычная маска которая делится имеется виду который мы привыкли пользоваться этого такой вот комплекс называется пептидная маска вот она сейчас поближе я вам покажу и как пользоваться для чего она вообще нужно перед использованием маски умываем часть на лицо открываем лифтинг-ап капсул и переливаем содержимое в лифтинг-ап пак потом перемешиваем и наносим маску на лицо по массажным линиям исключая область вокруг глаз на 30 минут то есть во время процедуры не стоит там заниматься какими-то активными делами и через 30 минут смываем и наносим на лицо крем вообще для того чтобы достигнуть наиболее лучший эффект нужно пройти курс процедур рассчитаны на примерно где-то 6 недель по одной процедуре в неделю в народе эту маску называет мгновенный лифтинг эффект эффект золушки то есть вообще говорят что минус 10 лет за процедуру и оставлю ссылочку на эту маску под этим видео если вам нужна такая маска то можно и и конечно заказывать друзья сейчас хочу испечь пирог на даче капуста с мясом и готовлю начинку на плите у меня жарится мясо поджаривается я всегда начинку делаю до полуготовности и потом уже буду формировать пирог купила сегодня лук сверху красивый внутри начинает гнить и весь лук такой здесь уже пошло немножко из гниет думаю что половины луковицы будет достаточно у меня здесь есть электрическая духовка прошлом году я попробовала один раз и так и оставила хочу еще раз испечь потому что пироги получаются вкусные тесто я не сама делала купила сегодня с утра так лук распался мясо у меня жарится на чугунной сковороде это дачная печь и получается здесь когда готовишь почему-то все очень вкусно жалко то что здесь нет духов добавила я капусту лук мясо вы уже по моему видели сейчас буду тушить до полуготовности и потом займусь тестом один пирог я сформировала осталось у меня еще два кусочка и всего здесь два таких небольших противня и буду делать всего два пирога все пирог ставлю второй туда же открываю и скоро будет готова так друзья пироги готовы сейчас остынут будем обедать друзья собрали мы точно натянули прошлись степлером и самый интересный момент думали долго чем закреплять степлер вот эти сами как они называются даже не знаю и решение нашлось само собой это пластиковая бутылка очень удобно чтобы не рвало вот что у нас получилось так собаки что-то разлаялись и на зиму наверно мы будем это все снимать вот такие у нас получились две теплицы но агро спам тут наверное я буду убирать скорее всего вырежут то что более-менее нормально остальное выкину чеснок почему-то мне начал желтеть ничего не поняла чё с ним не так подскажите я с чесноком никогда не дружила даже не знаю сажала его под зиму и почему-то у меня желтеет на глазах сейчас прорыхлево может быть за этого так ну а я сейчас буду заниматься тем что делаю углубление и буду сажать перец и баклажаны а Субтитры сделал DimaTorzok